Беал и Дреал у Беларуси появились уже несколько лет тому, но уже сильно затекали молодость. Эти виды – сокращенный формат современного пятибурья – платформа для будущих великих перемог. Они включают в себе 2 и 3 виды – плавание, бег и стрельба. Минвита так, лишь из организаторов, можно затекать маленьких чемпионов. Беатл и Треатл нацелены на то, чтобы произвести массовый охват детишек, вовлечь вид спорта, заинтересовать и дальше уже на основании вот этой массовости отбирать перспективных для занятия уже пятибурьем детей, где будет и фехтование, и конный спорт. Коля сотни удельников за всей Беларуси и Украины в разных категориях спочатку плавали, а потом бегали и стреляли с лазерных пистолетов. Не глядяши на легкость выпробований, атлетам довозилася вельменья просто. Лидеры гонки менялися литерально на вачах. В этом турнире я выиграла в категории У-15 девочки, Беатл. А мой брат был самым младшим участником, он 2012 года, и плыл 50 метров и бежал 800. Ну, он ничего не занял, но в следующий раз займет. Я мечтаю быть олимпийским чемпионом или по борьбе, или по Беатлону, или по плану. Я доволен своим результатом, потому что у меня первое место, и я думал, что я не займу первое место. Мне понравился самый комплекс в Бресте именно для плавания. Там и столовая есть, и много бассейнов разных. Ну, я также доволен своим результатом, потому что я выполнил свое задание, которое я перед собой ставил, и этим гордюсь. Всего просто пару годов многие из них будут покарать новые вершения. Позмагаются за перемоги в спортивном марафоне с пяти видов. Могчим среди лидеров национальной команды будут и представники Брестской области. Наш регион – один из центров развития Пятибурья. На базе центра по конным спорте третий год истнует отделение по этому спорте. Пять видов разноплановых, абсолютно разноплановых, развивающих все группы мышц. То есть это такой, ну, скажем, условно универсальный солдат, который может делать все. Да, он может не быть выдающимся плавцом, но в совокупности все виды и получается хороший результат. Достаточно затратный, финансово затратный вид спорта. Пять дисциплин и экипировать профессионального пятиборца стоит не одну тысячу евро. Важно найти баланс финансовых возможностей и вот оптимального вовлечения детей в наш вид спорта. Сучасная пятиборья динамично развивается в нашей краине. Могчима уже у худким часе универсальные солдаты будут слепшими во всех чемпионатах света и олимпиадах. Умовы для тренировок и гучных перемог уже есть. Застается только у парта тренироваться, а нам болеть за своих и ждать всем поспехов на долгой дистанции. Олег Завадский, Сергей Мацвинчук, Телеродокомпания, Брест.